Привет, наши дорогие друзья! С вами команда Апнея Горький, и мы представляем наше очередное тревел-видео. В этом видео пойдет речь о том, как увлекательно и в пользу провести выходные в Карелии. Наша команда очень представительным составом путешествовала по республике Карелия в ближайшие выходные. Они оказались очень и очень насыщены. Мы приняли участие в фестивале фридайвинга «Русский Аллофест», поныряли в нескольких шикарных мраморных каньонах, посетили несколько замечательных знаковых водопадов. Об этом всем и не только вы узнаете из нашего видео. Смотрим! О, здорово! Поехали с нами! Карелия – это не просто реки, озера и водопады. Это неповторимый сумасшедший вид из окна, из окна автомобиля. Поэтому мы и отправились путешествовать на машинах. Водопад «Белые камни» – это самый высокий водопад в Карелии. Пускай тут не будут отметить, что в нем достаточно комфортная температура воды около 15-17 градусов, что позволяет нам в нем оккупаться. Наша любовь к падению знает границ. Любим глубокую, любим падающую, любим мокрую и в основном теплую. Пару слов для скромного интервью, а как получилось, что ты здесь? Так получилось, что я здесь? Да. Я мечтала вообще сюда попасть. Вот именно сюда, вот в этот лес. А в этот лес? В этот лес меня завязали. Ну и я этому очень рада. Очень-очень рада. Между прочим, там два философа, иди сходи, спроси у них что-нибудь. Мне, Женя, мне наверху сказали, что ты философ. Давай, одну жизненную молодость. Хорошо. Можешь брать перень. Ладно, что повернуть, не приходит. Давай, вперед. Недалеко от парка Рускеала расположился не менее замечательный, не менее живописный мраморный каньон. А по составу и цвету, и прозрачности воды, я думаю, он даже превосходит русский-альский. Конечно же, мы не могли пустить такую возможность, обнырять его. Бирюзовый цвет воды и прозрачность более 10 метров делают мерялку вдоль мраморных скал просто незабываемой. Посмотрите на эти кадры, и вы все сами поймете. Кстати, обратите внимание на затопленный лес на дне этого каньона. Он делает мерялку намного интереснее. Температура воды вполне комфортная, около 14-16 градусов. Продолжение следует... Ну и перемещаемся, конечно, на основной карьеру Рускеалу. Здесь наша команда представлена четырьмя человеками. Двое страхующих, судья и спортсмен. Соревнования в Рускеале проводятся не первый год. Соревнования с особенностью, а не с ограничением глубины. И, на мой взгляд, это очень интересный и очень увлекательный способ попробовать себя в соревновательном, именно в глубинном фридайвинге. Потому что бассейных соревнований у нас в стране очень много, а вот глубинных нам действительно не хватает. И те, кто только-только для себя открывает глубину или кто-то хочет каких-то спортивных результатов достигнуть. Где брал квас? Вон там. Пока идешь, расскажи про сегодняшний день. И как тебе? Кто ты? Что ты? Я страховал спортсменов. Слушай, нырялся вообще прикольно. Прям очень даже замечательно нырялся. Что можешь сказать в целом про соревнования? Да нормально, люди приезжают, такие еще ненаученные, с небольшим опытом, скажем так. И хорошо все показывают. Обучаем квасом. Алкогольные напитки только. Да. Класс, пожалуйста, дайте стакан. Расскажи, чем ты сегодня занималась? Чем я только сегодня не занималась. И этим занималась, и тем занималась. Что можешь рассказать про сегодняшний день? Сегодняшний день был очень длинный. Мы сегодня все устали. Нас наконец-то покормили. Мы забрали все медали, все возможные варианты медалей, которые есть здесь. Очень понравилось. Но соревнования в Нижнем Нограде гораздо лучше, чем в Карелии. Расскажи про сегодняшний день. Сегодняшний день? Парада у нас хорошей погодой. Почти все спортсмены справились. Были, конечно, некоторые ошибки, но я думаю, что это от недостатка опыта. В общем и целом, настрой позитивный. Соревнования прошли на хорошей, дружеской ноте. Парада у нас хорошей погодой. Парада у нас хорошей погодой. Вы живете, девчонки? Ну, как тебе сказать? Ну, да. Ну, мы заправлялись и бахнули к фику. Мы тоже бахнули к фику. Ну, мы тоже заправлялись. И вот такую сосиску нет, не исправляйся. А мы продолжаем наш карельский уикенд. И, конечно же, мы поставили себе целью посетить значимые водопады Республики Карелия. Оба водопада оказали на нас неизгладимые впечатления. Это очень мощные, очень полноводные на самом деле водопады. Мы просто не могли себе позволить не остановиться в таком замечательном и живописном месте. Это самый полноводный водопад Республики Карелия-Кивач. Посмотрите, какой трафик воды. Внушает. Ты в какую сторону кручешь? Куда? О, отстылась. О! 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 О!